Торговая марка Рагоп Во-первых, вкусная каша на сгущенном молоке. Это первое ее преимущество. Второе, она будет с сезонными фруктами, потому что действительно овсяные клопи очень хорошо сочетаются с грушами. Груш сейчас много. Это наши фрукты, которые пользуются популярностью. Так что будем готовить. Добавим туда еще корицу и орешков, но это уже будет в конце. Все будет постепенно. Первое, что мы сделаем, несмотря на то, что у нас уже разогревается емкость, которую мы будем готовить, мы выливаем туда холодную воду. И что очень-очень важно, сразу же в холодную воду мы и опускаем хлопья овсяные. Почему это важно? Вот я не знала. Только готовясь к этой программе, я узнала, что оказывается, для того, чтобы они максимально раскрылись, и для того, чтобы овсяные хлопья максимально приобрели свой вкус, нужно их именно в холодную воду засыпать, и тогда они как-то распускаются. А вот если в горячую, то нет. Горячая вода каким-то образом блокирует что-то. Каша получается невкусная. Жесткая, так скажем, да? Суховатая получается. Ну, а мне о грушах рассказать, в принципе, нечего. Я просто единственное, что могу сказать, что я их просто буду нарезать как можно мелочью для того, чтобы каша была нежнее. И все. Я специальных средств для нарезания груши не нашел. Поэтому просто нарезаем грушу. Можете почистить ее предварительно, конечно же, от кожуры. Можете, как я, вместе с кожурой это сделать. Кто как любит. С грушей мы будем проваривать кашу еще буквально одну минуточку, когда завершится варка, для того, чтобы тоже этот сок от груши также попал в кашу. Да, мы готовим довольно разнообразные завтраки, но я думаю, что вот этот завтрак будет, наверное, такой один из самых, ну, не то, что стандартных, но более реальных завтраков, которые чаще всего могут наши телезрители приготовить у себя дома. А я бы еще сказала, что это завтрак, которым очень легко накормить ребенка, потому что дети не всегда хотят завтрак, хотя если им сказать, что здесь есть сгущенное молоко и фрукты, то вполне возможно соблазняться они таким завтраком, даже если не очень-то кашу в почете. Не знаю, как твой сын, но я, допустим, себя помню в детстве, вот слово каша как будто блокировало сразу мне какое-то вот настроение. Мне утром просыпался, что сегодня? У нас сегодня перед школой будет каша. Или тебя это не впечатляло, да? И настроение было невеселым, вот. Но я думаю, что если эту кашу правильно приготовить и очень еще немаловажно правильно подать на стол, чтобы она была не обычной серой кашей в осеннее время, холодной, а такое что-нибудь... Этим мы, собственно, и занимаемся. Да, немножко ее украсить. Новостями будем делиться? Будем, тем более сегодня новости у нас в продолжении вчерашней тематики. Мы вчера рассказывали о шофере, который, водителе, который попал, так скажем, в неприятности в Синештатах Америки, он... Нет, вру, не в Синештатах Америки, а в Канаде, он передвигался на своем автомобиле и исполнял песни в машине, и его за это оштрафовали. Так вот, теперь будут штрафовать еще не только за исполнение песен, а и за то, что вы переходите дорогу, глядя и печатая смски в своем мобильном телефоне. А вот это правильно. Да, и начнут это делать в первом городе на планете, в Гонолуло. Солица американского штата Гавайи Гонолуло стала первым, кстати, городом, где ввели наказание для пешеходов, которые используют смартфоны при переходе улицы. Новый закон, принятый местными властями, вступил в силу два дня назад. Штраф за первое нарушение составит примерно от 15 до 35 долларов, за повторное от 36 до 75 долларов, а за третье от 75 до 99 долларов. По словам представителей властей, это знаковое событие, которое улучшит безопасность на дорогах. Кроводом для нововведения стал 10% рост уровня смертности пешеходов в 2016 году, что стало самым высоким показателем с 1990 года. Кроме того, в Гонолуло пешеходы, использующие смартфоны, в 4 раза чаще нарушают правила, и им требуется, что самое интересное, на 18% больше времени, чтобы перейти дорогу. Поэтому тем самым, когда вы печатаете эти смски, пишите и думаете, что вы каким-то образом обгоните время, вы тратите больше времени, чтобы перейти дорогу, тем самым рискуете своей жизнью. Вот, чтобы не создавать таких опасных ситуаций, придумывают сейчас новый способ передвижения. Например, можно перемещаться по воздуху на воздушном шаре, точнее, на большом количестве воздушных шаров. Дело в том, что британский путешественник, зовут его Том Морган, пролетел, внимание, 25 километров на складном походном стуле, к которому были привязаны 100 гелиевых шаров. Вы сейчас увидите эти кадры. Во время полета по Южной Африке он поднялся на высоту 2 километра, 400 метров. Путешествие на шарах планировалось несколько месяцев. Изначально Морган собирался полететь над Бацван, однако все тестовые попытки заканчивались неудачно. Из-за погоды шары все время начинали рваться. И тогда команда переместилась в Йоханнесбург, и 23 октября Моргану все-таки удалось подняться в воздух. По его словам, он испытал что-то среднее между восторгом и ужасом, неудивительно, впрочем. К концу полета ему пришлось постепенно отрезать шары, чтобы опуститься. Ой, я только хотел спросить, как он отпускался на Землю. Ну вот, видишь, британец планирует в будущем устроить первую в мире гонку на гелиевых шарах в воздухе. То есть такое тоже может быть. В общем, фантазия людей, конечно, неуемна. И это подтвердит дубрика «Лица улиц», так как изобретатели различных, ну скажем так, культурных... Я считаю, что этот герой, он обязан появиться у Артема в ближайшее время. Да, может быть. Но мы сейчас о другом. Мы о том, что можно сделать из отходов. Разузнал больше на эту тему, поговори со своей новой героиней Артемом Дриго, вот ему мы и передаем слово. Итак, мы продолжаем готовить. Я уже справился, наверное, с одной из самых сложных задач. Это измельчил орехи. Орехи у нас сегодня будут украшением каши. Сегодня мы готовим с помощью наших партнеров, компании «Рогоп». Мы благодарим за то, что они поддерживают наши кулинарные различные эксперименты. Сегодня, в принципе, мы не особо экспериментируем, мы со знанием дела все готовим. Это овсяная каша, это груши. Немного. Как мы их объединяем? Да, это сгущенное молоко. Потому что, честно говоря, конечно, мы все это время не варили кашу, она бы давно сварилась, поэтому мы ее убрали на время с огня. И теперь довариваем. Интересный этап. Мы добавляем сгущенное молоко. Сука, она прямо дышит. И после этого нам придется варить кашу буквально еще одну минутку. Поэтому, Денис, я думаю, ты сразу можешь добавлять сюда груши. А еще очень важный момент. Буквально щепоточку корицы. Вот груши кусочками. Сейчас это будет все очень ароматно и вкусно. Все это мы перемешиваем. А я тем временем хочу с телезрителями поделиться новостью, которая абсолютно точно перекликается с тем, чем занималась героиня рубрики «Лица улиц». Потому что речь вновь пойдет об отходах. Доска для серфинга из 10 тысяч окурков принесла жителю американского города Санта-Крус, штат Калифорния, победу на конкурсе досок, сделанных из вторичных ресурсов. Вот такой конкурс. 24-летний Тейлор Лейн с друзьями все лето собирал окурки на пляжах, парковках и дорогах в родном городе. Для изготовления доски он также использовал пенопласт, взятый на рыбных рынках. Эту доску свою Тейлор лично опробовал на волнах Тихого океана в начале сентября. Что он говорит? Люди видят эту доску, она притягивает их внимание. Она отвратительна, но отвратительна до крутоты. Доска объединяет мир серфинга и проблемы окружающей среды и здоровья. Вот такими были слова Тейлора Лейна при представлении. Другие участники, кстати, привезли на конкурс также доски для серфинга из картофельных мешков и выброшенных упаковок. Прошлогодний победитель, например, француз Франсуа Жобер, он занял второе место с доской из деревянных ящиков для моркови. То есть придумывали они, как использовать различные предметы, отходы для создания... Ну, интересно. Мне очень понравилась эта новость. Причем эти доски, они же функциональные, то есть вот это, что важно. Самое главное, да. Мы уже это увидели на экранах, как он покорял океан на этой доске. Что у тебя с кашей там происходит? Вот еще буквально там, не знаю, 30 секундочек, минуточек. Да, да, как раз идеально. И у нас будет уже очень вкусная кашка. А я расскажу о дизайнерах из Амстердама, которые придумали Виккл Хаус. Это дом из картона. Для стен такого жилья используется высокопрочный картон и 24 слоя. Из него создают модули, которые скрепляют эластичным чистым суперклеем. Его возведение обойдется примерно в 30 тысяч евро. Секции укрепляются деревянными панелями и обрабатываются водонепроницаемой пропиткой. За дополнительную плату к базовой комплектации могут быть добавлены уборная и кухонный блок. Здания не нуждаются в глубоком фундаменте, но секции должны быть закреплены на твердой основе. Дизайнеры утверждают, что такой домик может прослужить в среднем 100 лет. В год студия Function Factory производит всего 20 таких домов и объясняет это тем, что тщательно следится к качествам. Из этого ограничения существует список ожиданий, в которые записываются потенциальные клиенты. Компания уже, кстати, установила картонные здания как в сельской, так и в городской среде, в том числе в Амстердаме и в Лондоне. Вот такие домики можно понаблюдать, будете в этих городах. Поищите пригороды, я думаю, что, скорее всего, вы сможете познакомиться с счастливыми обладателями вот этих вот маленьких коттеджиков. А наша каша тем временем готова, поэтому ее остается разложить по тарелкам и добавить, как мы и решили, изначально орехи. Но я думаю, что фруктов, да, то есть несмотря на то, что груш у нас много в каше, я думаю, что мы сверху тоже можем добавить. Вот тебе порция одна, украшай. Тем временем займусь тарелкой порцией. Итак, овсянка. Овсянку, еще раз напоминаю, мы вначале развели в холодной воде для того, чтобы, так называемые, кстати, хлопья открылись. Она будет таким образом более нежная. После этого мы отварили овсянку, добавили туда буквально, сколько, 100 миллилитров, да, сгущенного молока. Да, примерно так. После этого нарезали мелко грушу и посыпали все мелко нарезанными и натертыми орешками. Вот такая вот у нас красятища получилась. Давай, украшай вторую. Я думаю, что все порции нужно украсить. Ну, ты забыла про один важный элемент. Корица тоже вошла в состав нашей каши, потому что корица с грушами и с орехами, это тоже очень приятное и интересное сочетание. Ты тоже забыла про один очень важный элемент. Да? Точно. Это правда. Да, мы по традиции разыгрываем билеты в Театр Чехова. Сегодня мы хотим вас пригласить на спектакль «Поминальная молитва». Он состоится 28 октября. Это суббота. Начало спектакля 18.00. И, конечно же, вопрос. Вот главное, что я не забыла вопрос. Пришлите нам, пожалуйста, имя, фамилию автора пьесы «Поминальная молитва». Это очень известнейший просто драматург. Ждем на наш электронный адрес. Правильный ответ. Утро.собачка.стс.мдр. Ну, а теперь у нас что? Что у нас теперь? Реклама, да? Да, вперед. После которой мы вернемся. Спонсор кулинарной рубрики «Торговая марка Рагоп».